Братья и сестры, мир Божий вам, да благослови Господь нас своим словом. Мы прочитаем текст, который записан Иоанна Иоанна, 15 глава, с 12 стиха. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от отца. Во имя мое он дал вам, все заповедую вам, да любите друг друга. Слава Господу, что Господь эту тему сегодня уже поднял. И первый брат прочитал вам Слово Божие, что Бог ожидает от нас не только не делать зла, но активную жизнь вести, делать добро. Во времена Ветхого Завета Бог призывал отступивший от Бога народ и говорил такие слова, перестаньте делать зло, и следующее повеление, научитесь делать добро. Вот не может человек, очищаясь, не делать добро, не служить ближним, не приносить плод. Этого не может быть. Если человек не приносит плода, если его жизнь бесплодная, она не чистая жизнь. Почему апостол Иаков писал, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И люди думают, грех это только обмануть, уворовать или еще что-то обидеть. Грех есть еще в неделании добра. Грех есть, когда мы потворствуем злу, не обличаем зло, не изобличаем, не разоблачаем. Вот даже взять такой вопрос. Можно ли верующим людям судить других людей, заблуждающихся, в других деноминациях находящихся? Библия говорит, нельзя судить. Но учения ложные нужно разоблачать и людей предупреждать, что они бесовские, они ведут в ад людей, они ведут к религиозному оккультизму. И поэтому людей нужно предупреждать. Но кто попал в заблуждение, их нельзя судить. А нужно любить их и помогать им, открывать им очи, разъяснять, проповедовать, свидетельствовать, пример показывать. Вот что у нас учит Слово Божие. А суд это пусть Господь рассудит. И вот первый брат направление такое давал, Господь через него, чтобы нам добро делать. А я хочу, друзья, чтобы мы сегодня взглянули на те принципы и условия, которые делают нас плодоносными, способными делать добро. И самый больший плод, который Бог ожидает от нас, это плод любви. Плод любви. И к Богу, и к ближним. Вы знаете, мы живем в такое время, когда на земле умножается беззаконие. Когда посмотришь на этот мир, кажется, весь мир с ума сходит. Просто сходит с ума, весь, без исключения. Когда мне пришлось поинтересоваться однажды, основой психиатрии чуть поинтересоваться. Потому что люди страдают, приходится беседовать, как оно, что оно. И я когда прочитал, оказывается, психиатры мира, они считают, что все люди на земле психически больные. Есть только в разных степенях, и есть необследованные, и недообследованные. И я с ними согласен. Даже верующие люди, которые пришли в церковь, тоже душою больны некоторые. Или не так, братья и сестры? Ну, если человек живет в гордыне, в непокорности, это болезнь души. Брат вчера читал. Это больная душа. Ну, душа, психия по-гречески. Психия. Значит, человек психически болен. Если он заражен грехом, гордыней, непокорностью, заблуждением, своеволием, завистью, обидчивостью, эгоизмом. Это психически больной, душевно больной человек. И надо исцеляться. А как исцеляться? Новую мысль говорю для вас, да? А вы поисследуйте, и вы увидите, что действительно нужно исцеляться, идти до Иисуса Христа, который душу излечит от этого зла. И как же достигать, чтобы приносить плод? Вот Господь говорит, смотрите, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Я вас избрал и поставил. Вы знаете, в дрон-тексте написано, весь мир лежит во зле, а нас Господь поставил. Какое это преимущество? Это уже Господь дает нам возможность, ну старт такой, чтобы нам достигать вот этой плодоносной жизни, которая приносит Господу славу и нам большую радость в душе нашей, удовлетворение. Когда мы видим результат жизни, я помню, был на одном общении, и один старец вышел на покаяние. Седой старец, худощавый, видно так ему лет под 80 было, и он преклонил колени и молился. А я стоял недалеко, и я слышал его молитву, меня она очень тронула. Я просто плакал, когда слушал эту молитву покаять. А этот старец, знаете, что говорил? Он говорил, Господи, моя жизнь подошла к концу, и я нашел, что она бесплодная. Моя жизнь не принесла плода. Друзья, это страшно. Прожить жизнь и не принести плода. Это уже катастрофа. Это уже какое горькое разочарование вообще в себе, в жизни, в смысле, во всем, когда прожил и следа не оставил. И как хорошо было слушать и читать, когда апостол Павел пишет, «Течение совершил, веру сохранил, подвигом добрым подвязался, а теперь мне готовится венец». Братья и сестры, можем мы засвидетельствовать, что мы течение совершили, путь наш за Господом, что мы волю Его исполнили, Его намерение исполнили. Мы посеяли добрые семена, и теперь мы с радостью ожидаем войти в небеса, и Господь приготовил венец. Я скажу, что далеко не все такое могут свидетельствовать. Потому что достигать этого нужно плода в нашей жизни. Как его достигать? Вот Господь Иисус здесь учит так, чтобы вы шли и приносили плод, и не только приносили, а чтобы плод ваш пребывал. Что такое означает слово «пребывал»? Это значит, и сегодня есть плод, и вчера был, и завтра будет, и послезавтра будет, плод был. И я скажу, что многие люди несчастны от того, что не способны приносить такой плод. Хотя иногда желают, и плачут, и просят, Господи, ну не хватает у меня любви, ну не хватает терпения, ну не хватает силы, ну помоги мне, Господи. А помощь не приходит и не приходит. И человек иногда долго так молится. Я одного человека встретил в церкви, он 33 года член церкви, и все еще молится, Господи, помоги мне, чтобы и любовь у меня была. А ее как не было, так и нет. Так он живет обособленно от церкви, сам себе на уме, и в семье точно так же. И когда повникать пришлось, видно, что человек не стал на этот путь, где плод возможно принести. А Иисус Христос здесь выше говорит, прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Первая позиция – это наше единение с Иисусом Христом, верою, наша отдача, наше посвящение, наше последование за Господом. Вот это первое условие, чтобы принести плод любви. Христос учил и говорил, я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить и отдать душу мою. А люди смотрели на Иисуса Христа, так что это за жизнь такая? Кушать ему некогда, спать ему некогда, все его гонят, все не понимают. Он вышел из себя. Все, это ненормально. Ну как это так можно жить? А братья его зовут, праздник, пойдем, яви себя миру. А он говорит, а мое время не пришло. Мое время придет, яви себя миру на кресте, чтобы все узрели его и получили спасение. Как на того медного змея на шесте, чтобы посмотрели и исцелились от укуса змея, от укуса греха и дьявола. А он говорит, а ваше всегда время. То есть они всегда искали себе славы, почести, искали раствориться в толпе, чтобы не выделяться, не быть белой вороной, как в мире говорят. А почему я должен выделяться? Все будут. Братья и сестры, это мирская философия, мышление. А нужно последовать за Господом. Помню, в одной церкви тоже пришлось мне быть свидетелем, когда молился мужчина. Лет 55 ему, наверное, было, вот так возраст где-то. И он вышел на покаяние. И знаете, так он молился и так плакал и говорит, Господи, я сегодня понял, что я эгоист. Мне сегодня, говорит, открылись глаза. Ты допустил моей жене тяжелейшую болезнь, чтобы меня эгоиста научить служить жене. Я никогда в жизни ей не служил. А теперь вот она год лежит в постели, и она же святой человек. Он прямо так в молитве рассуждает, рассказывает. Она же святой человек, я знаю. Но ты допустил ей тяжелую болезнь, чтобы меня эгоиста научить служить ей. И я думаю, Господи, действительно, детям Божьим, искренним и чистым иногда приходится страдать, чтобы другим уроки преподавать, чтобы других научать служить друг другу. Такое Господь иногда допускает страдания. Поэтому первая позиция – это во Христе прибыть. А прибыть во Христе – это не только вера, а это чтобы учение Иисуса Христа, Его Слово, оно в нас поселилось и руководило нами. Вот написано за евреев, что им не принесло пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Вы можете засвидетельствовать, что значит верою растворить Слово. Вопрос вам. Кто скажет, что означает верою растворить Слово? Понять Слово, да? Написано не поверить, а верою растворить. Как это? Верою растворить. Вот я приведу на житейском примере, но оно очень похоже, как оно в духовном происходит. Вот чтобы наш организм имел силу и имел энергию трудиться и жить, и бороться с инфекциями и смертью, человеку нужно хорошее питание. Как это происходит? Человек принимает в уста пищу, измельчает ее, пережевывает, проглатывает, и под действием желудочного сока она растворяется и всасывается в кровь. И через несколько времени, немного, через пару часов, в желудке пищи нет. А куда она девалась? Она в крови. А кровь это человек. Это не пища. Кровь это не пища, это человек. Но пища, она стала одно с человеком. И уже не найдешь, где хлеб, а где кровь. Оно стало одно. И кровь понесла эту пищу в каждую клеточку организма и дала энергию и жизнь. Точно так Слово Божие, которое мы принимаем, принимаем это открытые уши имеем, открытые очи читаем. Дальше что? Измельчить надо. Измельчить это, размышлять над Словом. Ко всякому, кто слушает Слово о Царстве и не размышляет, и не разумеет, приходит лукавый, похищает и не приносит плода. Поэтому очень важно размышлять. Иногда видишь тупой взгляд человека, отсутствующий взгляд на собрание. Почему? Человек услышал незнакомое Слово и начинает тормозить разумом, умом. Это высокие материи, это не для меня, это мне не надо. И смотришь уже все. Или засыпает, или зевает, или где-то мысли о другом пошли. Все, человек без плода остается, без пищи. А нужно измельчить, поразмыслить и присвоить. Что такое присвоить или усвоить? Это сделать это Слово Божье частью нашего естества, наших мыслей, нашего духа. Потому что Слова Божьи – дух и жизнь. И это принять к исполнению как жизнь свою. И тогда уже Слово, оно действует в человеке. Оно руководит в Слове принципы Божьи. И эти Божьи принципы, они теперь руководят моим мышлением, моими желаниями, моими целям. И вы представляете, это уже Бог руководит человеком. От этого рождается победа, святая жизнь. От этого благословение. От этого любовь рождается. Вот что нужно. А часто Слово Божье читается так, наспех, бегом. И даже может быть и по многу. Помню, лежал в больнице один раз длительно, несколько месяцев. И приехал один человек меня проверить. Ну, он был член церкви. Зашел, смотрит. Ну что, брат, лежишь – лежу. А Библию читаешь? Ну, читаю. Сколько глав сегодня прочитал? Да я говорю, ни одной главы. Два стиха прочитал. А я 15 глав. Я говорю, а я только два стиха. Тогда у меня четыре проповеди родились на эти два стиха. Я дальше не мог просто читать, потому что, ну, большие сокровища Господь открыл. А поделись, что ты взял для себя из 15 глав. А у него пустота. Ничего не взял. Но он прочитал, чтобы в удобный момент похвалиться, что он читает. Братья и сестры, мы читаем Слово Божие. Не для количества. И не для того, чтобы перед кем-то похвастаться. Сказать, я вот столько глав в день читаю. А я вот столько. Мы читаем, чтобы питаться Словом Божьим. Питаться. Чтобы жизнь была в нас, Божья. Пребывать во Христе. И это еще не все. Здесь вот мы читаем, чтобы плод приносить. Господь Иисус говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. А всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вот Господь занят тем, чтобы помочь детям своим очищаться. Чтобы больше приносить плод. И жить без плода, братья и сестры, это опаснейшее положение. Это такое положение, когда виноградарь может взять и отсечь эту веточку от лозы. Это отсечение, оно происходит невидимо для глаз людей. Человек сидит на скамеечке. Как он был прихожанином, так он и остается прихожанином церкви. Как он по воскресеньям найдет время посетить собрание, ну а не найдет, то и так пройдет. Ну а нашел, то и посидел, пришел. Участие в служении, единство Духа, взаимоскрепляющих связей, о чем мы с вами рассуждали, нет. Поучаствовать в страданиях, болезнях, переживаниях ближнего. Знать эти переживания, подпомочь. Кто-то ремонт делает в доме. Прийти, бескорыстно помочь, вместе спеть, порассуждать над Словом Божьим. Какая хорошая жизнь и красивая. Молодые сестрички пошли многодетным мамочкам помоли. Поддержали, утешили. И это как хорошо будет. А бесплодный человек, он живет сам для себя. Сам себе на уме. У меня заботы, у меня работа, мне некогда, я занят. И у меня дела, и все прочее. Это бесплодная жизнь. И потом приходит время, Господь раз и отсекает. Потому что очищения нету, плодоношения нету, пребывание в Господе исчезает. И потом человек остается членом церкви, поместной. Но в Христовой церкви он отлучен, отсечен. И потом посмотришь, молитвы нету, благовестия нету, любить ближних нету. Если решается на членском вопрос какой-то, человек либо противится, либо притыкается, либо соблазняется, либо еще что-нибудь. Почему? А потому что бесплодная жизнь, отсечен. И поэтому мышления духовного нету, разумения путей Божьих нету. Человек всегда ратует, давайте этого человека примем в церковь. Это человек невозрожденный. Да он потом поймет, вы же видите, ну посещает, ну давайте. Жизни Божьей нету, не переживается. И если таких людей, отсеченных у Бога, или плотских, слепых, наберется достаточно в церкви, они будут мирских людей принимать в члены церкви. Церковь будет разрушаться, умирать, и потом останется просто приход. Просто религиозный клуб. Я такие клубы видел, много видел. У них даже есть в молитвенном доме кукольный театр. Да, вот у них это, там, комната специальная, кукольный театр. Там бильярдная у них есть, там у них еще что-то. Вот это религиозный клуб. Там кафетерий, они могут кофе попить, и все это видел. Это развалины, это чужое все Богу, там нет больше Христа. Но эти люди, вы знаете, какие любвеобильные, в кавычках? Для них все братья, все еретики у них братья. Они всех любят, они никого не судят, как они считают. У них вот такое, как бы, верх любви. А это всего-навсего свидетельство безбожие и мертвости духовные. Вот оно, что свидетельствует. И как же, вот давайте мы посмотрим сейчас на Иисуса Христа. Если мы любой предмет изучаем, любой вопрос, нам всегда надо посмотреть, как это было в жизни Иисуса Христа. Потому что в нем всегда была полнота, и полнота Божества телесного. И как человек он был совершенный. В нем образец, пример для подражания. В нем все. И вот мы смотрим на Иисуса Христа. Христос принес плод? Принес. Мы читаем книгу пророка Исаии, 53 глава. Посмотрите, какой текст Христос здесь говорит о себе. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Братья и сестры, вам знаком подвиг души? Вашей души? У каждого верующего должно пережить внутри подвиг души. А что такое подвиг души? А подвиг души, это когда душа его принесет жертву. Душа его принесет жертву. Какую жертву? Себя пожертвует. Для Бога. Для других. Вот это подвиг души. Себя пожертвовать для других. И Христос пошел на крест. Какой был результат? А результат, что многие из нас спасены. А результат, что в небесах миллиарды спасенных. Всех веков. Это подвиг его души. Это плод. Мы с вами, это плод, который Христос принес Отцу Небесному. Это его жатва. Это его приобретение. А еще написано, воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой всего. Брат и сестра, если твоя душа не принесет, не совершит подвиг души, ты не сможешь волю Божию благоуспешно исполнять. Это решительно невозможно. Никогда. Волю Божию может только тот исполнить, кто отверг себя, кто посвятил себя для Христа и для ближних, кто распял себя со Христом. Вот те могут и плод принести, и волю исполнить. Вы знаете, вот в Слове Божьем так написано, 19 глава Иоанна, 41 стих. На том месте, где Он распят, был сад. Это опять о Христе. Там, где Он распят, и там и сад. С этого можно взять урок для себя. Распятие о чем нам говорит? Об унижении, о смерти, о страданиях, о боли, унижении. Вот о чем говорит нам распятие. И Христос это перенес. А сад что нам напоминает? Вам приходилось бывать в хорошем саду? Весной, когда цветут деревья, когда нежный аромат наполняет воздух, не хочется уходить оттуда. А потом позже смотришь, плоды увешаны, деревья, ветви изгибаются к земле, плоды прекрасные. Это сад. Там тень, там можно отдохнуть, там может усталый путник найти покой. Это сад. В таком саду Христос молитвы совершал. И вот наша жизнь, друзья, она может быть как сад благоухающий, а может быть как пустыня. Как деревья дважды умершие, бесплодные и сторгнутые. Вот такая жизнь может быть у людей. И это зависит все от одной позиции, распялся ли, все распялся ли со Христом, или живешь для себя. И еще ищешь земные цели, земные интересы. Не будешь приносить подвиг души, и не будешь волю Божию успешно совершать, потому что не сораспялся со Христом. В послании Галатам мы находим описание дела плоти какие, и плод духа какой. Не буду об этом говорить, вы это читали, знаете. Плод духа это полнота совершенства. Какой это прекрасный плод. И там написано дальше. Те, которые Христовы, распяли плод свою со страстями и похотями. Христовы. А те, кто не Христовы, а те, кто не Христовы, живут для себя. Себя ставят в центр жизни. А если что, не по их, обижаться будут и разобщаться, и жить себе отдельно, сами себе на уме. Потому что человек не понял принципа церкви. Церковь это совокупность искупленных душ, отвергнувших себя, соединившихся со Христом, идущих путем очищения, приносящих плод, и чтоб плод пребывал, возрастал. Вот христианство настоящее. И поэтому наша жизнь вот такая она и есть. У кого-то она как сад плодоносящий, а у кого-то как пустыня, как сухое дерево, зараженное болезнями, бесплодное. Такая жизнь. Братья и сестры, посмотрите еще о Христе, аллегорически сказано. Хочу, чтобы мы Христа изучали. Книга «Песни песней» 4.16 написано. Поднимись ветер с севера, «И принесись юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой, и вкушает сладкие плоды его». Церковь Иисуса Христа – это сад благоухающий. И чем больше северный ветер дует, ветер гонений, тем больше благоухания от церкви, тем больше открывается красота верности Богу, красота любви к Богу, что люди даже на смерть, бывает, идут, только бы сохранить верность. Ветер повеял с севера. Пусть придет возлюбленный свой и вкушает сладкие плоды его. Братья и сестры, Господь хочет нашу церковь здесь видеть плодоносящим садом, благоухающим. И приходить сюда и вкушать сладкие плоды. Плод любви, смирения, жертвенности, послушания, доброты. Господь хочет видеть в нас это. И Он все сделал для того, чтобы мы так жили. Помню, однажды мне пришлось встретить одну старицу. Ей было 80 лет. Мне всегда интересно посмотреть, как Господь работает в жизни верующих людей. И у нас было такое общение веры. Расспрашивал, рассматривал. Ну, как вот ее вел Господь? Она крещение приняла в 16 лет. И на этот момент ей было 80 лет, когда мы с ней беседовали. Это сколько она лет член церкви была? А ну, дети, посчитайте. 64 года член церкви. Это приличный стаж. Мне интересно было, как вот Господь в этой душе произвел свою работу. И когда я послушал ее свидетельство, вы знаете, я до слезы милялся. Это был человек, который прожил жизнь не напрасно. В годы войны так получилось, что ее мужа, он попал за границу. Тогда война разбросала людей очень многих. И он остался, а он земляк мой, из Днепропетровщины. И он остался там жить за границей и уверовал, и полюбил Господа. И в нем изобразился Христос. А потом он женился на этой девушке. Она уже довольно в возрасте была, может быть, ей было 35 лет. Вот в таком возрасте она вышла замуж. Но она рассказывает о своей жизни. Говорит, когда я уверовала, а наставления не было, должного наставления. И так вот она говорит, я росла, росла примерно до 22 года. И вдруг я со страхом определила, что у меня пустая душа. У меня нету радости, нету смысла жизни. такая бедность, убогость духовная. Я начала молиться, Господи, что со мной? Почему я в таком состоянии? И однажды говорит, я пропалываю на поле. Она что-то пропалывала и размышляла, Господи, почему у меня бесплотная жизнь? Почему безрадостная, сухая, такая бессмысленная? Почему я вот так живу? И ей созвучали слова в разуме, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. И она говорит, я начала на поле размышлять об этих словах. И чем больше я размышляла, тем мне страшнее становилось. Как я отвергну себя, отрекусь от себя, а как я жить смогу? Я замуж не выйду. Да это вообще такая жизнь, это вообще надо всего отказаться, отрешиться, да вообще, как можно так жить? Да нет. И она говорит, у меня бунт идет против этих слов. А Господь нежно говорит, если хочешь спастись, если хочешь плод принести, отвергни себя. И она говорит, у меня две недели войны было, страшной войны в душе. Плотская натура, которая взяла вверх ее жизни, желание жить для себя, желание чего-то для себя иметь в этом мире, оно так взяло вверх над ней, что Божья истина, она не могла утвердить за мной. И однажды она говорит, я на этом поле упала на колени в пыли и рыдала и плакала. И я сказала, Господи, возьми мою жизнь, я ее посвящаю тебе, каким путем ты не поведешь меня, я согласна буду. Вы знаете, она говорит, с того времени у меня переворот полный прошел, день и ночь, вот такая переворот в жизни. Говорит, я стала видеть, как мне Библия открывается. В той местности церкви большой не было, а было кружок сестер, и она говорит, я среди сестер стала проводить библейские занятия, среди сестры. Говорит, я увидела, как мне Библия открывается, какая благодать изливается из уст. Говорит, это было просто потрясающе, я такое никогда не переживала в жизни, хотя уже была шесть лет член церкви, или шесть, или семь, не помню. Потом она говорит, вышла замуж, и с мужем они имели дом хороший, а в Советском Союзе в то время Библии нельзя было иметь, на собрании нельзя было ходить, только в регистрированных общинах, где люди пошли на сделку с внешними, там можно было, а так, кто хотел искренне служить Богу, и невозможно было. И они решили с мужем проповедовать Евангелие на Советский Союз. Они взяли, продали свой дом, и на эти деньги восемь лет арендовали радиостанцию. Ихня жизнь вот так в чужой квартире не закончилась. Так они своего дома больше не имели. А потом, когда уже к старости дело было, этот брат, ее муж, говорит жене своей, я поеду в Чернобыль, там у меня родственники есть, они никогда не слышали о Боге. Они от радиации умрут и пойдут в погибель, им никто не скажет о Господе. В Чернобыльскую зону, где около тысячи миллилерген на час излучения, туда никто не хочет идти, благовествовать. Они порассуждали, это же может смерть быть. Ну, смерть так смерть, но родственники погибают. И он едет в Чернобыль, находит своих родственников и им благовествует о Господе. Правда, он облучился там, у него приключился рак щитовидной железы и в скорости он от рака умер. А я беседую с этой столицей, она говорит, когда мой Сашенька пошел на небо, мне небо еще дороже стало. Там теперь не только Христос, а там еще мой Бож, который пожертвовал собой ради грешников. Как Христос. Кстати, когда я с этой столицей беседовал, она тоже в Черного ехала. И у меня остановилась, она ехала, говорит, поеду по следам мужа, я хочу продолжить его дело, я хочу, чтобы утверждать там людей в истины в Слове Божьем. Братья и сестры, почему такой плод? Когда-то на поле душа упала на кобеде и распялась, и посвятила себя Господу. Она не захотела больше жить для себя, а захотела жить для ближних и посвятить свою жизнь. Братья и сестры, оттого и жизнь верующих бывает бесплодная по той причине, что не хочется не хочется посвящать себя в полное послушание Господу. Все еще мирские цели, все еще погоня за устроенной жизнью, за большими заработками, в то время, когда церковь нуждается в дружениках, в то время, когда дефицит любви умножается на земле, в то время, когда нужно стоять в проломе за дело Божье, а жизнь тратится на развлечения, на пустоту, какие-то фильмы, какой-то интернет, какие-то разделения, какие-то осуждения, какие-то отчуждения, это все настолько дешево в масштабах вечности. Придет Господь, Он испытает дело каждого, и что будешь делать, если оно окажется все соломой? Что будешь делать? Дорогие братья, сестры, слушатели, я хочу вас призвать сегодня совершить подвиг души. Подвиг души. Сегодня преклониться сейчас перед Богом и сказать, Господи, я эгоист, моя жизнь для себя, мои ближние не испытывают от меня любви, я не приношу в церкви плода, моя жизнь, как дерево сухое, над которым секира занесена, срубить. И только слышится голос садовника, оставь еще на этот год, не принесет ли плода. Может быть, и над твоей жизнью уже давно секира занесена? Ты давно слышишь Слово Божие, а очищения нету, а посвящения нету, а служения нету, а секира занесена. И ждет Господь. И только Христос наш садовник, он ходатайствует и говорит, оставь еще на этот год, оставь. Друзья дорогие, принесите сегодня подвиг души. Кто желает сегодня начать жизнь, пребывание во Христе, жизнь плодоносную, жизнь в любви, жизнь в силе Божьей, вы сегодня отрешитесь себя, самого, своей жизни, своих интересов на земле и посвятите себя ради Евангелия. Такая жизнь, она ставит на первое место Господа, а все остальные вопросы, они будут потом. И Господь пообещал чудесно. Он говорит, все остальное приложится и покушать, и одеться, и жилье, это приложится. Это нужно будет тоже совершать труд, зарабатывать, трудиться, но с Божьим благословением, но всегда на первом месте иметь Господа. Я бы хотел призвать сейчас помолиться. Помолиться всех тех, кто живет без плода, кто не посвятил жизнь свою Господу, пройдите вот сюда, я с вами помолюсь. Прямо сейчас можно. И вы можете найти сегодня вот то, что Иисус Христос говорил, на подвиг души моей буду смотреть с довольством. Когда? Когда будет потомство долговечное. Вот это потомство, это живые души, которые мы можем приобретать для Господа, устроять церковь, храм его, вот это, друзья, радость жизни. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся, преклонимся в коротеньких молитвах. Кто желает сегодня встать на сторону Господа, посвятить жизнь свою, проходите сюда наперед во время молитвы и посвящайте себя Господу. Будем молиться.